По данным инспекции Федеральной налоговой службы в Одинцовском округе, на учете сегодня состоит почти 19 тысяч юридических лиц и 20,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. На 1 января 2023 года состоит на учете 129 520 физических лиц, платежщиков земельного налога. Что же касается платежщиков налога на имущество, их у нас уже 304 888 человек, а собственников транспортных средств 136 229. Таким образом, в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2022 год было мобилизовано более 114,5 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем в предыдущей. А во внебюджетные фонды поступил 31 миллиард 380 миллионов, с ростом к уровню 2021 на 2 миллиарда. Одна из наших основных задач – это работа с задолженностью по налогам, сборам пеням и штрафным санкциям. Здесь у нас также положительная динамика. В этом году достигнуто снижение задолженности на 4%. Составляет она на 1 января 2023 год 13 миллиардов 689 миллионов. Высоких показателей во многом удалось добиться благодаря информационно-разъяснительным мероприятиям, проводимым налоговой инспекцией в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации. Совместная работа инспекций и местных администраций, направленная на снижение задолженности, позволила мобилизовать федеральный бюджет 861 миллион рублей. Говоря о процедуре банкротства, следует отметить, что на 1 января 2023 года у нас всего 907 должников. Их задолженность, включенная в реестр требований кредиторов, составляет 5 миллиардов 127 миллионов. И она меньше на 90 миллионов данного показателя на 1 января 2022 года. В 2022 году отделение инспекции Федеральной налоговой службы в Одинцове посетило около 135 тысяч человек, что на 5% меньше, чем в предыдущем. Снижение обусловлено тем, что налогоплательщики активно пользуются интернет-сервисами службы. На сегодняшний день пользователей личного кабинета физических лиц более 184 тысяч, пользователей личного кабинета индивидуальных предпринимателей более 19 тысяч, а личного кабинета юридических лиц более 6840. А с 1 января 2023 года всем налогоплательщикам введен единый налоговый счет. Теперь отчисления необходимо вносить в одной квитанции или платежным поручением без путаницы в реквизитах и сроках. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.